Ограничения связанные с эпидемией ковид в Ульяновске практически сняты. Остался только перчаточно-масочный режим. Однако людей в масках на улице все меньше и меньше. Видимо, пандемии уже совсем никто не боится. Говорят специалисты, что вторая волна эпидемии ковид нас ждет. Как вы к этому относитесь? Будет ли это вторая волна? Чего нам ждать? Ну, на мой взгляд, будет очень слабая волна, если и будет. Мы всегда надеемся на лучшему. Всегда нас не власть, не бог не жалует. Мы всегда живем к какому-то остаточному принципу. И я всегда надеюсь на лучшее. Если не надеется, так и не жить. Пока все население планеты не переболеет, этот вирус не кончится. Если будет вакцина, будете ли прививаться? Я обязательно. И я обязательно. Я обязательно. Я доверяю. Правительству доверяю, властям доверяю, всем доверяю. Считаю, что если мы будем аккуратны сами, ничего сложного не будет. Если честно, я и не знаю, потому что врачам верить. Меня, например, не коснулось. Не первая волна. Надеюсь, что и вторая не коснется. Но если действительно будет вторая волна, то посидеть дома. Почему бы и нет? Все может быть. Потому что сейчас и за границу стали опять ездить, и обратно, и туда, и сюда. Так что непредсказуемые. А вот если будут прививки, будете ли прививаться? Как вы к этому относитесь? Если медики разрешат, то будем. А если нет, то нет. У нас уже возраст. Что мой возраст уже перенес на многое другое. Можно не прививаться. Я думаю, эта волна будет более слабая. Переживем. Я не болела, я не знаю. Я вообще редко болею. Не знаю. Да, еще не то переживали. И с ковидом справимся. Но только надоел он. Хуже горькой ветки. Прививаться я не буду. Я не доверяю вакцинке. Ну, прививаться мы не будем. А по поводу второй волны мы не специалисты, но думаем, что будет. Бояться и первой волны не нужно было. Потому что паника, она ни к чему хорошему не приводит. И если следовать определенным правилам, которые выдвигались, то по статистике уже все на спад пошло. Но если будет вторая волна, будет она или нет, я не провидится. Я не знаю. Вот. Тоже, опять же, начинать носить маски, вводить ограничения и говорить с народом о том, что почему это надо делать. Бояться не стоит. Насчет будет, не будет, как мы можем знать. Это очень непредсказуемо. Что будет, то будет. От нас ничего не зависит. Боимся, конечно, боимся. Каждый боится своего здоровья. Ну, прививаться нужно. Это дело хорошее. И от гриппа, и от всего. Вот. По поводу второй волны, в принципе, у меня таких сильно опасений нет. Вот. То есть, куда мы денемся? Выживем. Все нормально. Я считаю, бояться не стоит. Ничего делать не надо. Кто переболеет, кто переболеет. А кто в группе риска, допустим, старше поколение, вот им нужно ограничивать передвижение по городу. Прививаться нужно, а ограничивать, я думаю, нет. Вот такой простой ответ. Я думаю, что стоило и первой бояться, и второй надо бояться. Просто надо соблюдать меры предосторожности, и тогда все будет нормально. Ну, а там, когда вакцина подоспеет, отечественная или неотечественная, то глядишь, и нормализуется все. Дай бог. Вторая волна ковида. Совсем близко. Скоро прям бахнет. Скоро. Вы боитесь, не боитесь? Нет, не боюсь. Что стоит делать, что не стоит делать? А ничего не надо делать. Надо жить дальше, и все, и радоваться жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова